Продолжение следует... Часть первая. Деньги. Это всего лишь идея. Стать богатым за 60 минут. Автор Роберт Тикиосаки. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, вы очень любезны, спасибо вам большое. Для начала спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня утром сюда, и тем из вас, кто приехал сюда издалека. Каждый раз, когда я готовлюсь к выступлению, я всегда боюсь, что никто не придет. И все тогда. Мое эго не сможет выдержать такого позора. Так что спасибо вам за то, что вы пришли, и я постараюсь дать вам сегодня что-нибудь ценное взамен. Или хотя бы просто развлечь вас. Сначала спрошу, многим ли из вас удалось прочитать книгу «Богатый папа, бедный папа». Окей, спасибо. Для тех, кому не удалось прочитать эту книгу, я сейчас кратко расскажу эту историю. «Богатый папа, бедный папа» — это реальная история, основанная на истории о двух моих отцах. Мой настоящий отец был главой образования штата Гавайи. Очень умный человек. Он был большим начальником, боссом и все такое, когда я учился в школе. А «Богатый папа» был отцом моего лучшего друга. И этот человек не окончил школу, он бросил ее в возрасте 13 лет. Но в итоге он стал одним из самых богатых людей всего штата Гавайи. Он сделал себя сам, сделал все по-своему и все такое. То есть «Богатый папа, бедный папа» — это правдивая история о том, что два отца говорили своим двум сыновьям. Мне и моему лучшему другу о предмете денег. Под заголовок книги звучит так. «Чему богатые учат своих детей, а бедные и средний класс не учат». И как мы все знаем, мы практически ничего не узнаем в школе о деньгах. А то, что мы о них узнаем, зачастую передается из уст в уста от родителей детям, и как следствие, тем же путем мы узнаем и вообще все идеи и мысли, связанные с деньгами. Мой богатый папа был человеком, который был отцом моего лучшего друга, и когда вы смотрите на эти пляжи из белого песка на Вайкике и девочек, танцующих хулу среди тропических растений, так вот, мой богатый папа был тем, кому принадлежала земля под целыми отелями. А мой бедный папа, я зову его бедным, несмотря на то, что он был высокооплачиваемым представительным чиновником, и когда я говорю высокооплачиваемым, я действительно имею в виду кучу денег. Вообще-то у него была намного больше суммы заработной платы по платежной ведомости, чем у моего богатого папы. И история книги основана на том, чему учил меня мой богатый папа, в сравнении с тем, чему учил меня мой бедный папа. И сегодня мы узнаем некоторые дополнительные идеи и мысли, которые помогут вам быстрее и легче стать богатыми. Кто из вас хотел бы стать богатым быстрее и легко? Хорошо, спасибо. Итак, чтобы подчеркнуть разницу между ними, большинство из вас знают, как мой бедный папа, типичный представитель среднего класса, ну то есть умный человек, но с идеями среднего класса относительно денег и жизненных ценностей, всегда говорил, «Сынок, наш дом – это актив и это наша самая большая инвестиция». А мой богатый папа говорил, вот представьте, мне 9 лет, и я такой отвечал, «Окей, папа, я понял, понял, да, 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 да». А когда я пришел к моему богатому папе и сказал ему, что мой отец только что сказал, что наш дом – это актив и самая большая инвестиция, на что мой богатый папа ответил, «Что ж, вот поэтому твой старик и не богат, потому что твой дом – это не актив, а если это самая большая твоя инвестиция, то у тебя серьезные проблемы». И этот контраст начал меня смущать, когда мой бедный папа говорил, «Ты что думаешь, что деньги растут на деревьях?» А его любимыми словами были, когда я говорил, «Пап, давай купим это, я не могу себе этого позволить». А богатый папа сказал тогда, он запретил своему сыну и мне когда-либо говорить слова «Я не могу себе этого позволить». Потому что в тот момент, когда вы говорите, что не можете себе этого позволить, то это начинает сбываться. То есть власть сказанных слов или высказанных мыслей имеет способность обращаться явно в реальной жизни. Так что когда вы говорите, «Я не могу себе что-то позволить», это становится вашим реальным миром, вашей реальностью. И вместо того, чтобы говорить, «Я не могу себе это позволить», мой богатый папа говорил, «Как я могу себе это позволить?». А когда я учился в школе, в те времена я говорил, «Папа, я стану миллионером». Он отвечал, «Ты не можешь стать им». А мой богатый папа говорил, «Никогда не говоришь, что не можешь чего-то сделать. Спроси себя, «Как я могу это сделать?». Понимаете, это ведь такая простая смена слов. Если вы скажете себе, «Как я могу себе это позволить?», ваш разум открывается для возможности решения этой задачи. И тогда ваш мозг начинает трудиться. Это ведь ваш самый могущественный и сильный инструмент, ваш мозг, который есть у вас. Но если вы говорите, «Я не могу себе это позволить», то ваши мысли уходят спать. Ваш мозг тогда становится лентяем, и ему не надо трудиться. Это вам самому уже приходится попотеть. Итак, вот некоторые основные отличия. Мой бедный папа, школьный учитель, глава образования, говорил мне, «Сынок, ходи в школу, получай хорошие оценки, найди хорошую и надежную работу, высокооплачиваемую работу и упорно трудись». А мой богатый папа говорил, «Это неплохая идея, если трудиться». Он говорит, «Столько ты хочешь упорно трудиться всю свою жизнь». Но если ты хочешь стать богатым, то тебе придется узнать, как заставить свои деньги упорно трудиться на тебя, а не чтобы ты на них пахал. И еще тебе надо научиться покупать компании. Не будь соискателем работы, будь работодателем. А сейчас я укажу вам некоторые утверждения людей. И это три основные пункта, которые, как я думаю, изменили всю мою жизнь. Пункт номер один – это то, что я понял в довольно раннем возрасте. Деньги – это что? Идея. Это то, что ты об этом думаешь. И когда люди спрашивают, «Как я могу делать больше денег?», я отвечаю. «Сначала измените образ мышления. Измените ваши идеи. И это хорошие новости. Ведь это все, что вам нужно сделать. Я понимаю, что когда я разговариваю с людьми о деньгах, я бью по их идеям и жестоко их разливаю. И это касается не только денег. Вы знаете, есть несколько тем, которые не обсуждаются за семейным столом. Секс, религия, политика и деньги. И что-нибудь еще может быть. И причина этого в том, что эти предметы очень изменчивы. Тогда, как в моей семье, семье моего бедного папы, школьного учителя, идея была такой. Мне не нужны деньги. Деньги для меня не так важны. Я начал понимать, что это была идея моего бедного папы. Его отношение к деньгам. А богатый папа всегда говорил мне, «Деньги – это власть. Деньги дают тебе силу. Уважай их. Обращайся с ними уважительно». Вот такие разные идеи о деньгах. Когда я слышу, как люди говорят, «Я никогда не буду богат», то это становится самозбывающимся пророчеством. Вот почему деньги – это всего лишь идея, которая обладает большой силой. Когда я беседую с людьми, я часто задаю им вопрос, «Что говорили вам, ваши родители, о деньгах?» Потому что это сбывается. Если вам говорили, «Иди в школу, найди работу», я думаю, многие из нас пошли не туда, где работали наши родители. Но путь, который мы выбрали, остался тем же. Большинство людей родилось не в богатых семьях. А в Америке меньше одного человека из ста в возрасте 65 лет становятся богатыми. И так происходит в самой богатой стране в мире. Один из ста. Четверо становятся самостоятельными. А почти 56% становятся зависимыми от правительства и пенсионных выплат. Их уровень жизни идет вниз. И вот что мне приходилось делать, и об этом я хочу рассказать вам. Мне приходилось следить за своими идеями и следить за своими словами. Следить за тем, кто именно подкидывает мне идеи и чьи мысли на меня влияют. Потому что это разные идеи и мысли. Например, если пойти к какому-нибудь врачу, то он скажет, «Ешьте маложирную пищу и сядьте на диету с большим содержанием гидрокарбонатов». А другой врач скажет, «Принимайте жирную пищу и ешьте поменьше гидрокарбонатов». И в итоге вам все же придется сделать выбор. Второе, что я узнал, имея двух отцов с противоположным мировоззрением, и тоже довольно рано. Я понял, что деньги не сделают вас каким? Богатым. Потому что мой бедный папа зарабатывал больше, чем мой богатый папа. Я думаю, что одной из самых больших ошибок, о которой мы поговорим сегодня, является то, что многие люди думают, «Если я выиграю лотереи, я разбогатею». Или «Если я поеду в Вегас, стану игроком, и тогда мне начнет вести». Это ничего не даст на самом деле. Деньги – это очень сильный инструмент, как говорил мой богатый папа. «Если вы правильно ими пользуетесь, они сделают вас богаче. Если же вы ими злоупотребляете, они сделают вас беднее». Одной из самых больших ошибок моего бедного папа было то, что он говорил, что если ему повысить жалование, то это решит его денежные проблемы. Но вся беда в том, что каждый раз, когда он получал эту прибавку, его денежные проблемы также прибавлялись. То есть, чем больше денег он зарабатывал, тем беднее и беднее он становился. Понимаете, о чем я говорю? Так что это была очень большая проблема. И, наконец, третье, что я осознал, потому что у меня было два отца с очень разными точками зрения, было то, что деньги приносят проблему двух типов. Первый тип проблемы – это когда денег не хватает. А другой – это когда денег слишком много. И оба типа – это настоящие проблемы. Знаете, большинство людей считают, что они особенные, что они единственные, у кого есть проблемы с деньгами. Но на самом деле у всех есть проблемы. У каждого отдельного человека, у каждой компании есть проблемы с деньгами. У каждой страны они есть. У каждого правительства. У всех есть проблемы с деньгами. Но что делит нас на богатых, бедных или средний класс? Это как мы отвечаем на этот вызов? Как мы решаем эти проблемы? И что же делает большинство людей? Все мы в основном выросли в семьях, где проблема была – слишком много или слишком мало денег? Слишком мало. И это становится нашей идеей. Мы начинаем думать, что деньги – это что-то пугающее, что их трудно заработать и что необходимо упорно трудиться. Очень популярной стала сейчас идиома о том, что, чтобы стать богатым, надо отказаться от кредитных карточек, что надо жить ниже своих средств. Но это менталитет бедного человека. Безопасность, долгосрочность. Покупайте паи, паевых фондов. Это не образ мышления богатого человека. Я люблю мои кредитки. Они делают меня счастливыми. У меня дешевая машина. Лично мне дешевая машина просто не подходит. Я в ней не чувствую себя хорошо. Итак, я пытаюсь сейчас показать вам бедных людей среднекласса и богатых. В самом начале своей жизни я действительно осознал, что быть бедным и зажатым отражается, как в зеркале на моем лице. Мне это не понравилось. Но я вырос в семье, где богатых считали – такая была идея, что они уродливые, злые, бессердечные, негуманные, жадные и так далее. Так что, когда я сказал, что хочу стать богатым, то мне пришлось пойти против ценности моей собственной семьи. Мне было тяжело сделать это. И еще я видел, как мой богатый папа удачно управлял своими деньгами. И, делая это, становился владельцем бизнеса и инвестором. И он становился все богаче, богаче и богаче. У него была проблема другого типа. Его проблема была слишком много денег. Он сказал мне, когда мне было 18 или 19 лет, «Сынок, есть два типа проблем с деньгами. Их слишком много или их недостаточно?» «Какой бы ты хотел иметь?» Вот такой вопрос. Так что я сделал очевидный выбор. Мне больше нравится, когда слишком много. Да, это мне нравится. Я хочу иметь такую проблему. И это действительно большая проблема. И так поняв эти три разных пункта, я мог увидеть разницу. И те альтернативы, которые у меня есть в жизни. Большим вопросом, который я бы хотел сегодня обозначить, является то, что предмет денег фундаментально начинается с выбора. Деньги – это только вопрос выбора и все. Будучи молодым парнем с двумя отцами и начиная с девяти лет, мне нужно было сделать выбор, кого из отцов мне слушать. Это было очень трудное решение, очень, очень тяжелое. Я ведь любил их обоих. Оба они были мужчинами с большой буквы. У обоих была так называемая модельная внешность. Все оба были высокие и действовали как Джон Уэйн или Роберт Митчем. Не как Карли Херман. Они оба были большими, сильными, властными, хорошими, честными, работящими мужчинами. Я любил их обоих. Но их идеи были почти полярны, противоположны друг другу, совершенно противоположны. И потому в книгу «Большой папа, бедный папа» я вставил стихотворение Роберта Фроста о дороге, которую мало кто выбирал, и по которой мало кто ходил. А мне нужно было выбрать, кого из них послушать, за кем из них последовать, по какому пути. И я выбрал. Это было трудное решение, потому что мне пришлось пойти против культуры и верования всей моей семьи. Семьи школьных учителей. Когда я вернулся из Вьетнама, я сказал, все, теперь у меня есть степень бакалавра. Отец тогда сказал, итак, сынок, а теперь ты ведь пойдешь учиться на магистра. Я ответил, знаешь, я немножко сомневаюсь. Он сказал, но тогда ты ведь не найдешь хорошей работы, у тебя будет больше зарплата, если у тебя будет выше степень. Я сказал, а я и не собираюсь искать работу. Он вообще-то всегда запрещал беседы за обеденным столом на такие темы, но не в этот раз. Так ты и докторскую степень не будешь получать. Я сказал, если я не получу магистра, то доктора мне уж точно не дадут. Да, но ты мог бы больше получать тогда. Понимаете, это правительственная модель, которая основывалась не на том, что ты сделал, а на том, насколько высокая у тебя степень образованности. И на этом строится оплата твоей работы. Это была его реальность, но не моя. Одним словом, я мог выбирать. Я часто говорю, что больше похож на своего бедного папу. Когда я отошел от дел в 1994 году, продал компанию, начал новую жизнь, я понял, что уж слишком подорожал своему богатому папе, и мне захотелось, чтобы вторая половина моей жизни была ближе к моему бедному папе. Но я собрался учить людей тому, чему меня учил мой богатый папа. Я решил так поступить. Но все дело в том, что это и есть выбор. И мое предназначение, моя природная склонность, мой генетический код, моя ментальная установка состояли в том, чтобы быть бедным, а не богатым. Мне пришлось бороться с моей природной склонностью, искать надежную работу, играть без риска, экономить деньги, инвестировать на долгосрочной основе и прочей подобной ерундой. Которую верил мой отец. Всем этим я хочу сказать, что каждое утро я просыпаюсь и делаю тот же самый выбор. Я встаю каждое утро и снова и снова выбираю то же самое. Я делаю выбор между тем, чтобы или быть бедным, или быть средним классом, или быть богатым. У нас у всех есть такой выбор. Каждый из нас, как личность, должен сделать этот выбор. А к концу сегодняшней лекции вы узнаете, как легко можно стать невероятно богатым. Все дело в выборе, понимаете? Я намерен сегодня затронуть некоторые из ваших жизненных принципов. То есть я хочу, чтобы вы задумались о том, как вы думаете, чтобы вы поменяли ваше образ мышления, что позволит вам выбрать что-нибудь новое для себя и дальше и дальше. Это моя цель. А сейчас я вас вот о чем попрошу. Найдите себе напарника, и я дам вам примерно 30 секунд на то, чтобы обсудить с ними то, о чем мы с вами только что говорили. То, чему вас учили ваши родители и какой у вас был выбор. Но важнее всего, чтобы вы обсудили вот что. Какую идею или идеи о деньгах вы унаследовали от родителей? Идею о том, что если вы будете упорнее работать, то станете богаче? Я лично так не думаю. Обсудите то, что есть всего два типа проблем с деньгами, и какой из них вам хотелось бы иметь. Если у вас нет напарника, то просто достаньте блокнот и набросайте в нем свои мысли по этим вопросам. Потому что на самом деле это лишь ваши идеи и мысли делают вас богатыми. Бедными или людьми из среднего класса. Так что подумайте секунд 30 и обсудите с соседом какие-нибудь из услышанных идей. Часть вторая. Ваш дом – это не актив. Главной мыслью в книге «Богатый папа, бедный папа» я скажу для тех, кто ее не читал. Итак, эта книга номер один. Главным сообщением читателю книги была мысль о важности финансовой грамотности. То есть, можете ли вы читать финансовую отчетность? Так что, снова сравнивая моего бедного и богатого папа, можно сказать, что мой бедный папа, школьный учитель, был очень разборчив в терминах. Он вообще читал по одному роману в неделю. Он постоянно читал. Он любил говорить мне, «Лидеры – это читатели, а читатели – это лидеры». А я отвечал, «Я понял». Потом я шел к моему богатому папе, который не читал так много, но говорил, «Знаешь, разница между мной и твоим отцом в том, что я могу читать финансовую отчетность. Я могу читать числа». Так что, все очень просто, и книга «Богатый папа, бедный папа» на самом деле о числах. Итак, это доходы, это расходы, активы и пассивы. Это основы финансовой грамотности. Это финансовый отчет. И весь вопрос в том, чем отличаются друг от друга активы и пассивы. И это то, о чем эта книга. Что касается активов, мой отец говорил, «Наш дом – это актив». А богатый папа говорил, «Это неправда, потому что это очень простое определение актива по моему богатому папе. Актив будет добавлять деньги в твой карман, независимо от того, работаешь ты или нет. А пассив будет забирать деньги из твоего кармана, и тоже независимо от того, работаешь ты или нет. Главное в финансовом отчете то, что он позволяет вам увидеть истинную картину, а не полагаться на мнение других людей. Знаете, мой банкир пока ни разу не просил посмотреть мой диплом с оценками. Так что же хотел видеть ваш банкир? Да, он хотел видеть ваши финансовые показатели. Потому что ваш банкир хочет знать, каков ваш финансовый интеллект, а не академический. Оба интеллекта важны. Академический интеллект, как вы знаете, остается важным всегда. Но то же самое касается и финансового интеллекта. Поэтому мой богатый папа говорил, «Твой финансовый отчет становится твоим табелем с отметками, когда ты оканчиваешь школу». Проблема заключается в том, что 99% людей заканчивают школу и не знают, что такое финансовый отчет, и еще меньше понимают, что такое чековая книжка. У них есть кредитная карточка, и на этом их познание заканчивается. Они подаются идее о том, что их дом – это актив, и некоторых из них это затягивает в беду. Они не могут объяснить разницу между активом и пустым местом. Далее книга номер два. Вот она. Это была книга «Квадрант денежного потока». Слово «квадрант» происходит от цифры четыре. И квадрант показывает четыре типа людей, из которых состоит деловой мир. «Р» обозначает работников, «П» – предпринимателей, «Б» – бизнесменов, и буква «И» означает инвесторы. Мой бедный папа всегда говорил мне, «Сынок, иди в школу и найди работу». Он программировал меня идти сюда, а я продолжал повторять, «Но я хочу быть богатым». А мама говорила, «Да, да, сынок, не слушай папу». Понимаете, моя мама была медсестрой и говорила мне, «Если ты действительно хочешь быть богатым, то ты должен стать врачом». А они так много зарабатывают. То есть моя мама говорила мне, чтобы я стал специалистом, самонаемным работником, владельцем малого бизнеса, независимым предпринимателем. Знаете, когда я слышу, как люди говорят, «Если хочешь добиться успеха, получи какую-нибудь специальную профессию, такую, чтобы прикрыть тылы, стань водопроводчиком, электриком, юристом, бухгалтером, подойдет любая специальность, которая поможет тебе прикрыть свой тыл». Эти люди говорят так, потому что они умные ребята. Эти ребята – это врачи, адвокаты, бухгалтера, и они настоящий мозговой центр среднего класса. Мой богатый папа сказал, «Знаешь, Роберт, ты плохой наемный работник. Ты не можешь исполнять приказы, не любишь смирно сидеть, и ты не слишком умен». Точно, сказал я. «Так что тебе лучше всего быть здесь», – сказал он. Парни отсюда не блещут умом, и это правда. Вот почему некоторые самые богатые люди на Земле находятся здесь. Потому что они не умники, они просто знают, как окружить себя умными людьми. И это одно из самых больших их отличий. И еще одна часть – это инвесторы. У инвесторов совсем другой менталитет, другие эмоции. Инвесторы хотят, чтобы их деньги работали на них. Их слова такие – «Какая будет отдача на мои инвестиции? Как быстро я верну свои деньги назад?» У большинства людей есть планы, и это не инвестиционные, а сберегательные планы. Инвесторы так и не вкладывают свои деньги, потому что так их деньги застревают на слишком долгое время. Я хочу, чтобы мои деньги вошли и сразу же вернулись. Я хочу знать, когда они ко мне вернутся. Это называется скорость обращения. Как быстро они вернутся после того, как я их вложу. Сберегатели вкладывают и надолго забывают про свои деньги. Это другая система ценностей. Мой богатый папа говорил, «Ты можешь узнать наемных работников по их словам, так как они всегда пользуются одними и теми же словами». Я ищу надежную и безопасную работу с ольготами. Всегда. Мой богатый папа также говорил, «Ты можешь также узнать из самонаемного человека, потому что он говорит такие слова. Вы должны заплатить мне столько-то. Вы должны мне 6% комиссионных». Так, например, говорят брокеры по недвижимости. Или «С вас 100 долларов в час». Или «Эту работу я сделаю за столько-то». Для этих людей время – это деньги. Владельцы бизнеса говорят, «Мне нужны умные люди, лучшие люди, мне нужна лучшая система». Они хотят двигаться дальше, чтобы открыть еще один бизнес. У них много корпораций, и это их сильно отличает. А инвестор говорит, «Мне нужна ROI». Девизм самонаемного человека – вот здесь владелец малого бизнеса, а здесь владелец крупного бизнеса – разница очень простая. Если владелец большого бизнеса сделает все правильно и построит компанию, он может отличиться от бизнеса. И когда он вернется, компания будет работать без него еще лучше, более прибыльно, потому что компанией управляют правильные люди. Если от бизнеса получится самонаемник или по-другому владелец малого бизнеса, то его доходы пойдут куда? Вниз. Или в случае, если у него есть наемные работники, то они, как бы это сказать, все время что-то делают. Но бизнес разваливается на части. И в этом основная разница между ними. Также разница между «С» и «Б» – это размах их идей. Например, ко мне часто подходят люди и говорят, «Я хочу открыть ларек по продаже гамбургеров». «Один ларек по продаже гамбургеров?» – спрашиваю я. В то время как Рэй Крок, например, поставил свои ларьки по продаже гамбургеров по всему миру. Разница в видении, идеях и навыках лидерства. Они очень и очень разные люди. А причина этой разницы находится в их эмоциях. У человека отсюда самая сильная эмоция – это страх, потому что он ищет безопасность. Безопасность запала ему в сердце. Эти люди напуганы. У человека отсюда недостаточные эмоции доверия. Эти парни узкоспециализированы. Они испытывают удовлетворение от своей работы больше, чем все остальные. Они сами распределяют свое время, свою жизнь и так далее. И им это очень нравится. Но это также откладывает на них кое-какие рамки и ограничения. В основном эти люди могут максимально заработать до 500 тысяч в год. Просто потому, что время – это деньги. А вот здесь нет ограничений на то, сколько вы можете заработать. Это все очень и очень большие отличия в идеях этих людей. Инвесторы, то есть люди вот отсюда, имеют нейтральный образ мышления. Эмоционально нейтральный. Другими словами, им все равно, выигрывают они или проигрывают. Кто-нибудь говорил, фондовый рынок начинает падать. Паевые фонды начинают разоряться. Они не нейтральны, они реагируют. Настоящему инвестору все равно, идет ли рынок вверх или вниз, потому что он в любом случае сделает деньги себе. Это настоящий инвестор. Ему по-настоящему все равно. Он знает, что проигрыш – это часть выигрыша. В книгах по управлению деньгами рассказывается, как это делать. Инвестор абсолютно нейтрален. От человека отсюда отличаются эмоции терпения. Вам нужно быть терпеливым. Ребятам из этих квадрантов нужно, чтобы им заплатили прямо сейчас. А люди из этих квадрантов, возможно, долго не смогут получить деньги. Три года, например. Вот почему первый вопрос, который я задаю тем, кто приходит ко мне за советом об администициях в ту или иную компанию. Хотите ли вы работать бесплатно в течение трех лет? Они говорят, нет. Я отвечаю, что ж тогда не инвестируйте, потому что вы все еще не поменяли свои идеи. В наше время быть наемным работником – это самоубийство. В наше время надо быть наемным работником и инвестором. Самонаемным работником и инвестором. Я имею в виду, что необходимо находиться на обеих сторонах квадранта. И не важно, здесь вы, здесь или здесь. Если вы хотите когда-нибудь выйти на отдых, то вы обязаны стать инвестором уже сегодня. Так что все очень просто. Начиная с девяти или десяти лет, я начал обучение, переходу сюда, и в итоге я здесь и остался. Понимаете? Я остался здесь. Потому что это значит, что мои деньги упорно работают на меня, а не я на них. Это другая точка зрения, очень и очень другая. Богатым доступны самые лучшие инвестиции, потому что у них есть деньги. Люди спрашивают меня, как найти сделки. Я отвечаю, станьте богатыми. Потому что если у вас есть деньги, сделки сами найдут вас. Это очень просто. Еще кое-что о самой богатой и быстрой игре, в которую сегодня играет весь мир. Эта игра, это и есть способ разбогатеть. Вот она, и она всегда была именно такой. В книге я рассказываю, как мой богатый папа однажды купил один из самых лучших участков земли на Гавайях, с белым песчаным пляжем. Я сказал, как же ты мог это сделать? Понимаете, у него не было денег и не было работы тогда. Как же ты смог позволить себе этот лучший участок земли с пляжем на Гавайях? Он сказал, а я лично и не могу себе это позволить. Никто из этих людей не может себе это позволить. Этот участок стоил около 10 миллионов долларов. Лично сами вы не сможете его купить. Но ваш бизнес сможет. Это один из самых больших секретов. Так что причина того, что я начал отсюда и учился создавать бизнес, заключается в том, что бизнес дает мне возможность заниматься инвестированием. Так, чтобы я мог покупать все большую и большую собственность с помощью моего бизнеса. Индивидуально я не могу это сделать, я столько не зарабатываю. Но моя компания зарабатывает. Итак, далее. В третьей книге, которая называется «Руководство богатого папы по инвестированию», основная мысль называется «Правило денег 90 к 10». Это правило очень простое, оно означает, что 10% людей всегда получают 90% всех денег. Всегда. Это очень важная часть этой книги. И еще важной частью этой книги об инвестировании является то, как вам взять вашу идею, построить вокруг нее бизнес и вывести его на фондовый рынок. Итак, на самом деле, у всех, кто сидит здесь в аудитории, есть своя идея о том, как стать исключительно богатым человеком. Одно из ваших самых заветных желаний. Каждый из нас был рожден с какой-то такой идеей. Проблема в том, когда вы ходили в школу, вас там не учили быть владельцем бизнеса, а учили вас там быть наемными работниками, работать на богатых. Вот такой способностью обладают богатые люди. Они берут идеи и создают из них большие предприятия. Так что у вас появляется ваш бизнес, который инвестирует за и для вас. А законы о налогах написаны для вашего удобства, если только вы инвестируете через свой бизнес. Вот как богатые становятся богатыми. Потому что они платят меньше налогов, просто потому что они инвестируют... ...через B и E квадранты. Инвестировать отсюда значит инвестировать не пользуясь законами. В Америке в 1943 году был принят закон об уплате текущего налога, который установил, что никто из наемных работников не получает свои деньги до тех пор, пока первым не получит свои деньги правительство. Так что если вам повышают зарплату, то и правительство получает больше. Всегда. Если вы зарабатываете миллион долларов и все равно платите налоги. Инкрементально. В 1986 году был принят еще один закон, касающийся докторов, бухгалтеров, юристов и прочих подобных специалистов. Законы изменились против них. А вот законы для богатых никогда не менялись, потому что именно так богатые стали богатыми. С помощью корпораций и бизнесов. И так происходит практически с самого 1215 года, когда была подписана Хартия Вольности. И с тех пор все, что вам нужно знать, если вы хотите разбогатеть, так это то, что нужно играть по правилам, установленным для богатых. Потому что они сами их устанавливают. Что я скажу о налогах? Вот что. Если вы наемный работник, то налоговые законы для вас такие, что финансовый отчет выглядит так. Если вы владелец бизнеса, то отчет выглядит так. И большая разница между этими отчетами заключается в том, что для работников налоги будут первой статьей расходов, а для работодателей последней. Это самая большая лазейка. Вот почему богатые богатеют. Они могут заработать свои деньги, которые у них двигаются вот так. А у этих ребят деньги здесь приходят, а здесь уходят. Это большая разница. Давайте сделаем 30-секундную паузу, чтобы вы обсудили все, что услышали сейчас. Большое спасибо. Часть третья. Больше зарабатывать, меньше работать. Одним из случаев, с помощью которого я понял, что деньги не могут сделать богатым, был тот, который случился со мной, когда мне было за 20. А точнее, около 30 лет я стал миллионером. И это ударило мне в голову. Знаете, когда у вас появляются деньги, вы начинаете думать, что ваш IQ вырос, но на самом деле он упал. У меня были разные быстрые спортивные машины и еще более быстрые женщины. Я был миллионером. Ля-ля, катаемся по Вайкике. Ну а теперь я ни о чем не жалею. Это было очень весело. Но чем больше у меня было денег, тем глупее я становился. У кого-нибудь была такая проблема? Так вот, я все понял. На самом деле, большие деньги молниеносно сделали меня бедным, потому что у меня были привычки бедного человека. Посмотрите сюда, это показатель финансовой грамотности или финансового интеллекта. То есть, если вы не можете читать финансовый отчет, то вы не можете понять, что же происходит на самом деле, если вы не умеете читать отчетность. Но здесь вы не увидите, почему богатые делают все больше и больше денег, потому что здесь есть одна маленькая такая лазеечка. Спросите своего бухгалтера. Если я вот здесь записываю доход 335 тысяч, то налоговая ставка повышается, а если доход 335 тысяч получать здесь, то ставка налога падает. Законы написаны богатыми, а не для богатых. Все, точка. Так, давайте еще раз быстро вспомним финансовый отчет. Так как он – основа основ богатства. Что происходит с большинством людей, когда они говорят, что их дома – это активы и тому подобное? Мой богатый папа говорил, твой дом – это не является ли дом активом, или не является, определяется не здесь, а связано это с единственным, самым важным термином в бизнесе. И этот термин – это денежный поток. Этот термин – это денежный поток. Итак, все очень просто. Когда мне было 9 лет, мой богатый папа сказал мне, что актив – это что кладет деньги в мой карман, а пассив – это то, что забирает деньги из моего кармана. Только лишь потому, что ваш банкир или бухгалтер говорят, что ваш дом – это актив, это еще не значит, что он таковым является на самом деле. Когда я смотрю отчетности и вижу, что вот здесь что-то показано, то я смотрю, еще есть ли что-нибудь вот здесь вверху. Что имеет отношение к этому? Если там этого нет, то это должно показываться так. Это просто расходы, которые уходят отсюда, и никакого дохода нет. Вы понимаете, о чем я говорю? То, что я вам показываю сейчас, очень просто. Итак, идем дальше. Вот, когда наступает момент замешательства. Все просто. Допустим, вы покупаете дом за 100 тысяч долларов, и получаете на него закладную на 80 тысяч, заплатив наличными 20 тысяч. Проблема в том, что ваш дом ставится и в актив, и в пассив баланса. Вот, когда приходят путаницы. Мы отражаем дом на обеих сторонах баланса. И в этом и есть проблема. Так что, да, кстати, слово «закладная» в английском языке происходит от французского слова «мортир», что означает «смерть». То есть, это значит, что вы взяли свой дом до самой смерти, вы в нем останетесь. Допустим, вы купили свой маленький земельный домик. Как узнать, является ли он активом или пассивом? Допустим, я взял его для сдачи в аренду, и после выплаты всех налогов, страховых взносов и прочих расходов, зарабатываю на нем 100 долларов в месяц, который мы ставим здесь вверху в графе доходов. 100 долларов в месяц. Теперь, допустим, в домике живет жилец, который его портит постоянно. Не платит мне аренду, и я целый год не могу выселить этого урода. Сразу этот дом становится чем? Пассивом. То есть дом может быть активом или пассивом. Но не потому, что его поставили в ту или иную колонку. Является ли дом активом или пассивом, определяет доходы и расходы, связанные с ним. Человек находится в состоянии финансовой борьбы, когда он делает так. Идет и покупает дом и называет его как? Активом. Закладную он отражает здесь. Еще он покупает машину и зовет ее активом. Покупает золотые часы, называет активом и так далее. Но на самом деле они что? Пассивы. И что происходит потом? Я могу сказать, станет ли человек богатым, бедным или средним классом, и это легко сделать, если прочитать его финансовый отчет. Я могу посмотреть в отчеты, и если я вижу вот это, когда деньги вот так приходят и уходят, то это образец денежного потока бедного человека. Не важно, сколько денег вы получаете, важно то, куда вы их тратите. Я знаю одного доктора здесь, в Аризоне, и он зарабатывает больше 500 тысяч в год. Но тратит он 525 тысяч. Здесь пришло, а здесь ушло. Он думает, как бедный человек. Он среднестатистический представитель среднего класса. У него есть работа, а банкиры любят людей, у которых есть работа с таким движением денежного потока. У таких людей огромные пожизненные пассивы. Они неликвидны. Это образец денежного потока среднего класса, который думает, что он богат. Мой богатый папа говорил, только потому, что ты живешь в большом доме, у тебя классная тачка, и ты носишь хорошую одежду, еще не значит, что ты богат. Ты можешь при этом даже быть банкротом, то есть быть даже более бедным, чем просто бедный человек. Одним словом, для меня разница состояла в том, что я потратил свою жизнь на обучение, тому, как приобретать активы, и чтобы мне было необходимо работать. Цель была никогда не работать за деньги. Цель была научиться покупать активы, которые будут снабжать меня деньгами, будь то акции, облигации, недвижимость или бизнес. Так что образец денежного потока богатых вот такой. Узнать, насколько вы богаты, можно так. Допустим, вы женаты или замужем, и если вы перестанете работать, что произойдет? Понимаете, мы с женой перестали, но доходы продолжают поступать к нам, потому что они не зависят от того, работаем мы или нет. Среднестатистический человек может узнать о том, что все его активы на самом деле пассивы, просто перестав ходить на работу. Как говорил мой богатый папа, активы будут вас кормить, а пассивы будут кормиться вами. Люди потому и не могут прекратить работать из-за того, что их пассивы могут их съесть. Таким образом, что такое богатство? Это то, как долго вы сможете выжить, не работая. Оно измеряется днями или годами, то есть временем. Когда я отошел от дел в 1994 году, мое богатство было бесконечным, так как ко мне все время поступало денег в более чем достаточном с точки зрения моих расходов количестве. И это образ мышления. Давайте, пожалуйста, сделаем перерыв на 30 секунд, чтобы вы обсудили эту тему денежного потока. Ведь именно он определяет, богатый или бедный. Согласны? Спасибо. Часть четвертая. Придумайте свой собственный бизнес. Есть одна вещь, которую я бы хотел пояснить. Неважно, работаете вы по найму, занимаетесь мелким предпринимательством, владеете каким-то бизнесом или инвестором. Самое главное, что эта колонка активов в вашем отчете – это и есть ваш бизнес. Однажды богатый папа сказал, ты должен думать о своем собственном бизнесе. Когда ты становишься наемным работником, ты думаешь о чем-то чужом бизнесе. Если же вы предприниматель, то вы все равно всегда помогаете какому-то другому бизнесмену. Так что независимо от того, кто вы и где находитесь, ваш бизнес находится здесь. На семинаре по книге «Богатый папа, бедный папа», когда я спросил одного слушателя, какая у вас профессия и какой у вас бизнес, он ответил, я банкир. Но понимаете, это ведь ваша профессия, а не бизнес. Вот где ваш бизнес. Если это ваш бизнес, то вы должны быть в нем инвестором, то есть управлять приобретением ваших собственных активов, недвижимость, предприятие или ценные бумаги, акции, облигации или паевые фонды. То, чему нас учили в школе, это не думать о нашем собственном бизнесе. Нас учили думать о чужом бизнесе. И это мое послание вам – думайте о собственном бизнесе. Именно так вы станете богатыми, понимаете? И еще одна мысль по этому вопросу, когда ваш банкир говорит вам, что ваш дом – это актив, он вам не лжет. Он просто не договаривает, чей это актив. Это его актив. Так что, когда пойдете на другой конец города к своему дружелюбному банкиру, вы поймете, что ваша закладная отражена в их отчете в какой-то колонке. В колонке активов. И это факт. Закладная стоит в их отчете здесь. И тогда вы узнаете, что это действительно актив, потому что они сами это и показывают. Я ничего не сочиняю, ведь они сами ставят ее сюда. Вы понимаете, что для них это актив, потому что ваша закладная пополняет их карманы деньгами и забирает деньги у вас. В целом, все это происходит примерно так, по замкнутому кругу. Так что банкир вам не врет. Он просто не говорит, чей это актив. Это его актив. Что касается сбережений, если вы откладываете сбережения, то вы ставите их сюда, потому что они на самом деле ваш актив. Но понимаете, это ведь баланс, и он должен быть сбалансирован как-то. Ваши сбережения поступают в банк, и тогда баланс сбалансирован. Вот банк. Чем будут ваши сбережения для него? Активом или пассивом? Это их пассив. Отметьте, что происходит. Они должны выплачивать вам деньги за ваши деньги. Это видно по направлению движения денежного потока. Если вы хотите еще побольше узнать, то посмотрите, что вам обещают налоговые льготы за взятие суда. Но на ваши сбережения вас облагают на всю катушку. Поэтому так трудно делать сбережения, и если вы это делаете, значит, вы недостаточно сообразительны. Банки играют свою роль в политических играх, а они контролируют соблюдение правил, которые написали богатые. Но я все равно люблю моих банкиров. Я люблю их потому, что их необходимо любить. Но надо знать разницу между активами и пассивами, и по чьим правилам вы играете. Правилам бедных, среднего класса или правилам богатых людей. Вам понятно? Часть пятая. Отойти от дел молодыми и богатыми. А сейчас мы говорим на тему, которая в последнее время становится все важнее и важнее для многих моих ровесников. Это тема уход на пенсию. Или проблема, точнее говоря, отсутствия возможности отойти от дел. Так как я отошел от дел довольно рано, то мне пришлось довольно рано столкнуться с таким вопросом. Долг или собственные средства. Я смог рано уйти на пенсию, потому что у меня куча долгов. Я, можно сказать, занял деньги на свой ранний уход от дел, я выкупил себя в долг. Среднему человеку нужно от 65 до 75 лет или даже больше, чтобы выйти на пенсию. Потому что он делает это с помощью чего? Собственных средств. Или, иными словами, он старается использовать с трудом заработанные деньги, чтобы отойти от дел. А я для этого использую деньги банка. Так что я в долгах по самое горло. И причина заключается в том, что я знаю, что кое-кто из вас сейчас уже в ужасе. Потому что ваши родители твердили вам, что надо избавляться от долгов. И это не самый умный поступок. Вы должны знать, что есть долги хорошие и есть какие? Плохие. И если вы хотите разбогатеть, то вам нужно набираться какими долгами? Хорошими. Я всегда задаю вопрос, который мне задавал мой банкир. Сколько вам нужно времени, чтобы накопить 1 миллион долларов? Скажите, сколько вам нужно времени, чтобы накопить 1 миллион долларов? Как минимум года два нужно. Так ведь? А сколько нужно времени, чтобы занять 1 миллион долларов? Примерно 10 минут. Если у вас хорошие финансовые показатели. И в этом вся разница. И это и есть та цена, которую платят люди, у которых нет образования. Они думают, что должны упорно трудиться, экономить и должны финансировать свою пенсию и собственных средств. А я вот лучше в долг возьму. И беру я в долг, потому что мой банкир всегда согласен давать мне деньги в долг на покупку недвижимости. Всегда. Он не даст мне денег на покупку акций, даже если это акции его собственного банка. Он не даст мне миллион долларов на покупку этих акций в кредит на 30 лет под 8% годовых. Но если я найду коммерческую недвижимость, то миллион долларов на 30 лет под 8% да без вопросов. Да хоть целый день. Знаете, что меня пугает? Что сейчас, как никогда в истории мира, столько людей поставили свои пенсии на кон, в игре, на фондовом рынке. И они поставили настоящие деньги. Правильно ведь? И поверьте, рынок обвалился. Так было всегда и так будет всегда. Итак, вдохнем глубоко. Есть и хорошие новости, потому что если рынок обвалился, значит, значит, кто-то скоро станет богатым. Однако люди, которых научили только играть без риска и прочее, попадут в абсолютный кошмар. У них совсем другое мировоззрение. Итак, я попытаюсь сказать сейчас это причина того, почему я хочу быть образованным, понимать денежные потоки, играть в эту игру. И все для того, чтобы я мог очень быстро занимать деньги. Мой бедный папа всегда говорил, чтобы я избавлялся от долгов. Долг – это плохо. Я звоню своему брокеру, который работает недалеко от меня, и говорю, «Мне надо 2.4». Он сразу отвечает, «Заходи, подпиши бумаги, и все». 2 миллиона 400 тысяч. Только подписать. Так происходит потому, что я могу взять эти деньги и с их помощью сделать 10 миллионов. Среднестатистический человек поедет на них отдыхать. Или купит большой дом, или яхту. Это называется фидуциарная ответственность. Если вы можете доказать, что тоже понимаете эту ответственность, то значит вы умеете управлять своими деньгами, и у вас хороший финансовый показатель. И плюсом к тому, это значит то, что у вас есть еще пара миллионов наличными. Тогда они займут вам столько, сколько вам нужно, потому что они знают, что ваша и моя проблема в таком случае – это слишком много денег. И я покупаю недвижимость, так как тогда у меня возникает много налоговых отсрочек. Недвижимость – это игра для богатых. Мы живем в очень интересном мире. Итак, я хочу вам сказать, что добиться этого… Нет, я не говорю вам, я потратил 40 лет, чтобы добиться этого. Добиться того, чтобы звонить и вот так разговаривать с моим брокером. А 10 лет назад я звонил ему и слышал в ответ только смех и «Сколько, сколько ты хочешь?». Но я принял обратную связь и улучшил свои финансовые показатели. Вы понимаете, о чем я говорю? Добиться того, что они говорят вам «Да». Разница между моими бедными и богатыми папами заключалась вот в чем. Мой бедный папа всегда говорил «Найди высокооплачиваемую…» Что? Работу. Большое заблуждение, потому что за высокооплачиваемую работу вы облагаетесь высокими налогами. А мой богатый папа говорил, он говорил «Работа за большую зарплату как ключ к успеху в жизни». Это очень банальная точка зрения. Это точка зрения человека из среднего класса. Богатый знает, что дело не в том, сколько ты зарабатываешь, а в том, сколько ты сохраняешь. Вам нужно сохранить эти деньги. Не важно, сколько денег ты сделал, важно, сколько у тебя осталось. Это называется соотношением доходов и расходов. Сколько доходов максимально вы можете капитализировать? Понимаете? Сколько? Минимум должен быть не меньше 30%. Если вы получаете 1000 долларов, минимально должно быть капитализировано 30%. Если вы используете эти 30% или по каким-то другим причинам не хотите этого делать, то посмотрите на эти соотношения, которые действительно работают. Если вы вот здесь получаете 1000 долларов, то некоторым образом можно оставить здесь 300 долларов. Таков коэффициент. Знаете, сколько оставляет средний человек? Нисколько. Вот почему он беден. Хотя он и зарабатывает все больше и больше, но вы понимаете, высокооплачиваемая работа. Он говорит, я пошел учиться в университет, потому что это даст мне высокооплачиваемую работу, и потому что я не пойду в армию, а заработаю кучу денег. Но ведь сюда-то так ничего и не попадет. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что он покупает много чего? Пассивов. Вот что называется соотношением доходов и расходов. Сколько капитализируется? Вот что нужно считать. Например, сержант Темплтон, который сказал, что когда он женился на каждую полученную им 1000 долларов, здесь оставалось 500. Вот что делает богатых богатыми. Дело не в том, сколько они получают, а в том, сколько у них остается. Это вопрос цели. Мой бедный папа всегда говорил, я заработаю больше, а мой богатый папа говорил, я больше оставлю. Большая разница. Огромная. Особенно в долгосрочном периоде. Главное, сколько упадет сюда. Итак, у меня есть одно упражнение, доказывающее, что разбогатеть может кто угодно. Когда я был маленький, богатый папа дал мне три вот такие маленькие штучки. Как они называются? Копилки. Если вы хотите разбогатеть, вам нужно купить три такие копилки. Это все, что нужно, чтобы научиться думать, как богатые. Итак, для каждой копилки, которую у вас есть, одна копилка, две копилки, три копилки. Одна для накоплений, одна для инвестиций и одна для благотворительных средств. Отдавать очень важно. Это то решение, которое вы принимаете сегодня. Я имею в виду выбор. Вы можете сказать, это слишком просто. Но вы делаете выбор на всю оставшуюся жизнь. Ну, или, если сейчас важнее, на следующие три месяца. Сколько я положу в каждую из копилок? Каждый день. Не один раз в неделю. Каждый божий день. То, чему вы учите свой мозг, это думать, делать и быть богатым человеком. Вы смотрите вперед на свою конечную цель. Итак, давайте предположим, что на сегодня максимум, который вы можете позволить себе, с учетом вашей ужасной физики, финансовой ситуации, это один доллар. Отлично. Понимаете, мне все равно, с какой суммой вы это делаете. Но мне не все равно, делаете ли вы это вообще. Это как пойти в спортзал и сказать, сегодня я выгляжу как простой человек, но завтра я стану таким, как Арнольд Шварценеггер. Это ведь невозможно, понимаете? Этого не пройдет. Итак, кто из вас смогли бы, начиная прямо с этого момента и до конца своей жизни, откладывать каждый день сэкономленные три доллара по одному в каждую копилку? Хорошо, правильно, все могут это сделать, но проблема в том, что большинство людей не будет делать этого. И в этом разница. Как только этот доллар упал на дно копилки, он становится вашим до конца вашей жизни и после вашей кончины он останется следующему поколению. Богатые так и делают. Средний класс ищет какие-нибудь дешевые и фальшивые отговорки. Чтобы все-таки разбить копилку, я не прав. А, вы знаете, мне так нужны эти деньги. Таким был мой бедный папа. Если я буду получать больше, я получу налоговые льготы. И они разбивают копилки. Не важно, какая сумма в долларах, важно то, что это становится вашей привычкой, вашим образом мышления. Для меня это гораздо важнее, чем питание, чем гардероб моих детей. Это важнее всего. Именно это. Это в первую очередь. Начните с одного доллара. Все это могут делать. Давайте добавим нолик и дойдем до десяти. В этот момент люди говорят, это не так уж и сложно. Вы попробуете десять баксов в день. Не замечаете усиления сердцебиения? Теперь вы на грани того, что можете себе позволить. А ведь мы добавили всего один нолик. А вам хочется потратить эти деньги. Итак, если и десять долларов стало для вас легко, то увеличите сумму до... И ваше сердце начнет биться еще. сильнее. Некоторые люди говорят, что это все еще очень просто, и я могу себе это позволить. Тогда попробуйте сделать это с... Дело не в сумме. Я хочу сказать, что дело не в деньгах, это ведь просто привычки. И вы тогда знаете, что вы сможете. вот эти деньги никогда не тратятся. Это деньги на ваше самозбродство. На них вы покупаете собственность, акции, облигации, паевые фонды. Вы даже можете их потерять, если такое случится вдруг. А эти вы никогда не потеряете. Эти деньги вы дарите вашей церкви, отдаете на такие благотворительные цели, на какие хотите. Я отдаю деньги на те благотворительные цели, которым, как мне кажется, необходимо мое участие, но на которые, к сожалению, у меня нет времени. Так что вы отдаёте свои деньги туда, где бы вы хотели быть сами. Понимаете? Мой богатый папа отдавал деньги своей церкви. Мой бедный папа ничего не отдавал. Он говорил, когда у него самого будут деньги, тогда я и буду отдавать их, потому он и оставался бедным. Если я хочу отметить, что мой бедный папа всегда верил в безопасность работы, а мой богатый папа всегда верил в финансовую безопасность. Итак, как добиться в финансовой безопасности, как я и говорил, с помощью этих вот трёх штук. Это основа сбережения, инвестиции, благотворительность. Чтобы добиться финансовой безопасности, нужно начать с этого. Я начал инвестировать вот так. Понимаете? Вот где. Я веселился. Я играл с этими деньгами. Вот в чём дело. Покупаете ли вы бизнес, или недвижимость, или цены бумаги, соотношение всегда такое. Вы можете спросить мою жену. Для всех, кто говорит, у меня нет ни копейки, как мне достать деньги, я отвечаю. Начните с этого, с трёх копилок. Как же вы находите сделки без первоначального взноса? Они ищут такие сделки, потому что у них нет денег. Так ведь? И это самое рисковое, что вы можете сделать. Вы можете заключить сделку, в которой нет первоначального взноса, только если у вас есть деньги на такой взнос. Иначе это слишком рискованно. Я могу позволить себе такие сделки, потому что у меня достаточно денег, на покрытие незапланированных расходов. Я хочу вам рассказать, как я накапливаю опыт, как нахожу такие сделки, и вы можете спросить об этом мою жену. Сколько я проанализирую объектов, прежде чем купить один объект собственности бизнеса или акций? Сто. Такое правило. До того, как я куплю одну собственность, я проанализирую минимум сто объектов. Если я из ста объектов не покупаю ни одного, я начинаю всё сначала. Это соотношение сток одному. Вот, как я нахожу сделки. Если у меня не было денег, что я делал? Я продолжал искать сделку. Шансы на то, чтобы найти одну сделку, равны сток одному. Бывает так. О, знаете, мы пошли к риэлтору, нашли один объект и сразу же его купили. Я спрашиваю, а сколько объектов вы посмотрели? О, только этот один. Это идиоты, а не инвесторы. Они ничего не понимают. Единственный способ узнать рыночные тренды, то есть узнать максимум, минимум, входящие, исходящие и прочие рыночные данные, это проанализировать сто сделок. Из ста сделок вы делаете предложения по десяти из них. Потому что остальные девяностое – это плохие сделки. А пока вы практикуетесь в анализе сделок, вы становитесь сообразительнее, умнее. Я каждый раз узнаю все больше с каждой новой сделкой. Из десяти, в которые я собрался инвестировать и по которым выставил свои предложения, их приняли в трех. Это правило доктора Дольфа де Роза. Гений недвижимости. Он говорит, что если здесь будет стоять шестерка, то что это будет означать? Что вы предлагаете слишком много денег. То есть, вы были недостаточно скупы, вам надо уменьшить свои предложения. Ведь никто не скажет вам, что вы слишком скупы. И я стараюсь придерживаться этого правила и покупаю в итоге один объект. Люди говорят, как же я могу получить свое образование? Я лично получил свое, оценивая сделки. Я прошу вас запомнить следующее. Я проанализировал более 50 тысяч сделок. Вот так я стал сообразительным. Вместо того, чтобы ходить на работу, я искал сделки. При покупке бизнеса коэффициенты те же. 100, 10, 3, 1. При покупке акций я беру 100 компаний. Тот же коэффициент. Любой человек может так делать. Это не стоит много денег. Нет, совсем нет. Это бесплатно. Когда я еду в отпуск с моей женой Ким, она знает, где в конечном счете я окажусь. В агентстве недвижимости или брокерской фирме. Потому что это привычка. Вот что дало мне финансовую безопасность. А мой бедный папа концентрировался на чем? На безопасности рабочего места. У него было ни одного актива, когда он потерял работу. 30 секунд, пожалуйста, на обсуждение этого соотношения. 50 тысяч объектов, которые я просмотрел. Часть шестая. Итак, что же вас останавливает? Еще одна причина из моего личного опыта, почему бедные люди борются за финансовое выживание. Вот три копилки, которые дадут вам средства, если вы будете анализировать посту сделок. У меня нет рабочего места, потому что тогда мне было бы некогда просматривать эти сделки. А я не хочу отвлекаться. Я постоянно ищу сделки. И это то, на чем все построено. Потому что все, что я все время делаю, это отслеживание сделки. Я не хочу напрасно тратить свое время и работу. Я хочу разбогатеть. Это то, что я хочу вам сказать первым пунктом. Вторым пунктом я хочу сказать, что у людей нет времени на то, чтобы тратить его на обогащение. Они слишком заняты работой за деньги. В-третьих, большинство людей говорят, что это рискованно или страшно. Или они просто трусят. Даже если видят сделку, они просто отступают от нее. Многие так делают. И делают они так, потому что... Допустим, это айсберг. Большинство людей говорят. Я сделаю три копилки и посмотрю, что сделаю. Но когда происходит время заплатить, их сердце при виде денег начинает биться все сильнее и сильнее. Скажем, вот сознательная часть вашего мозга. А это какая часть мозга? Подсознательная. Деньги, секс, политика, религия в этих сферах именно подсознательное берет вверх. Я часто слышу, о, мои деньги, я потерял мои деньги. А что, если рынок обвалился? Я позвоню моему бухгалтеру, моему адвокату. Блим-лим-лим-лим-лим. Вот что говорит вас. И этот человек уходит. О, я подумаю, подумаю об этом. Сам процесс покупки какой-то собственности не будет вам стоить сколько-то... Он ничего не стоит. Только если вы подписали опцион. Я заплачу миллион долларов за это, вот чек на 20 тысяч, не обналичивая его неделю до тех пор, пока мы с вами окончательно не договоримся. Я подписываю опцион на покупку то же самое и на фондовом рынке. Опцион. Я еще ничего не купил, если подписал его. Вам ничего не будет стоить покупка собственности. Но люди все равно будут отговаривать себя от сделки. вместо того, чтобы вести себя интерактивно. Они ведут себя реактивно. Знаете, здесь, в Аризоне, так трудно это сделать. Это можно делать где-нибудь в Нью-Йорке. Я отвечаю, нет никакой разницы. Потому что настоящая проблема находится у вас между ушами. Потому что страхи оживают и начинают давить на вас. И с вами в этот момент практически невозможно разговаривать. Они визжат. Ой-ой-ой-ой-ой. Так происходит потому, что есть такое волшебное слово. Какое это слово? Что это? Страх. То, что происходит со среднестатистическим человеком, ложные доводы кажутся правдивыми. Под ложными доводами я имею в виду, что если эта часть мозга начинает свою болтовню, она начинает собирать доводы в доказательство своей правоты. Ну, знаете, большинство новоиспеченных бизнесов терпят неудачи. Посмотрите на факты. Посмотрите на статистику. Они ищут ложные доводы. Они будут оценивать, оправдывать. Звонят маме, тете, дяде. Да, я соглашусь с ними. Так ведь? Они поверят, что их доводы реальны. Но это не так. Меня замучили этим фактом, что 9 из 10 бизнесов разоряются. Я отвечаю, да, верно. Большинство из них неудачны. Но один из них удачен. Я говорю, послушайте, я разорялся дважды. Два раза. Я был одним из тех 9, но однажды я попал в десятку. Разница между мной и вами в том, что вы вообще еще ни разу не разорялись. Йоги Бера однажды сказал великую фразу о национальной лиге. Если вы выбиваете мяч 7 раз из 10, вы попадаете в зал славы. И самая большая ошибка, которую совершал мой бедный папа, была в том, что он всегда мог точно сказать причину будущей неудачи. Когда я первый раз разорился, я чувствовал себя ужасно примерно в течение года. Это было ужасно. Я потерял наши миллионы. Моя самооценка сильно упала. Я был опять бездомным, бомжом и все такое. Но когда я все вернул, я стал еще сильнее. Когда я разорился второй раз, у меня было чуть больше 6 месяцев депрессии. А в третий раз, я победил. Разница заключается в том, что мой бедный папа говорил, ты проиграл, а мой богатый папа говорил, ты слишком мало пока проигрывал. Вот в чем разница. Еще мой богатый папа говорил, неудача это всегда часть удачи. Люди, избегающие неудач, избегают и удачи. Ваши самые большие расходы, это не то, что вы тратите, а то, чего вы не зарабатываете из-за своего страха. Так что вот, чему мой богатый папа научил меня почти сразу. Тому, что такое страх. Он расшифровал его, как проигрывай в самом начале и с умом. Смотрите, если вы знаете, что проиграете, проигрывайте сразу. Не выжидайте. Потому что каждый раз, когда вы ошибаетесь, вы умнеете, если вы делаете эту сумму с ответственностью. Так что, когда я разорялся, я говорил своим инвесторам два, нет, четыре года назад, мне нужно три миллиона, или мы, скорее всего, разоримся. Если вы не можете вложить хотя бы 50 тысяч, то лучше не участвуйте, потому что, скорее всего, я потерплю неудачу. Кто-то ушел, но я получил еще больше денег, потому что я был с ними откровенен. И если я буду терять на сделке деньги, я скажу об этом своим инвесторам и предложу им другую сделку. Но провалы – это неопъемлемая часть всего процесса. Так что я говорю людям, проигрывайте как можно раньше, но как можно меньше. Первая сделка, которую мы с женой заключили, когда вновь вернулись к инвестированию в недвижимость, была сделка на 45 тысяч долларов, и первый взнос составлял 6 тысяч долларов. Если бы мы проиграли на этой сделке, то стали бы гораздо умнее, но мы не проиграли, мы раздвинули границы. Мы увеличивали и увеличивали размеры наших сделок и надеялись на неудачу. Все стараются избегать неудач, а я надеюсь с ней встретиться, потому что она сделает меня еще умнее. Я открываю свой разум, я прошу у людей советы, синтезирую все вместе и вырабатываю свое собственное решение. Это не вопрос жизни или смерти. Если я совершаю ошибку, я ее не отрицаю, я извиняюсь, я виноват. Я осознаю ее и двигаюсь дальше. Итак, я хотел бы поблагодарить вас всех за то, чтобы все пришли сюда. И большинству из вас я хотел бы оставить напоследок такую мысль о том, что каждое утро, с тех самых пор, когда я был маленьким мальчиком, который выбирал, кого же ему все-таки слушать, какой сделать выбор – богатого или бедного папу. Так вот, с тех самых пор, каждое утро я просыпаюсь и снова делаю свой выбор. И я надеюсь, что вы тоже сделаете свой собственный выбор. Большое спасибо.